Всем привет! Вы на канале ЖГИС, меня зовут Никита Игошев и здесь я худею на 30 килограмм за 4 месяца. В прошлой серии я показал первые 3 дня похудения. Сходил в магазин и закупил продуктов. В этой серии будет 4-6 день, где я также покажу свое питание, активность и мы сходим на первую тренировку на похудение. Приятного просмотра и присоединяйтесь, будем вместе делать этот мир легче. Так, ну что друзья, мы продолжаем. Я хочу вам показать за 3 день, сколько я прошел шагов. В третий день похудения 16 тысяч, а это уже четвертый день. Мы непрерывно делаем все, чтобы сделать этот мир легче, друзья. Каждое утро у меня сейчас прогулка. В районе 6-30-7-30 я гуляю и нашагиваю около 4-5 тысяч шагов и очень много людей тоже вместе со мной гуляет. И после чего у меня происходит завтрак. Друзья, вот посмотрите, какая красота. Это завтрак в исполнении Елены. Грибы, короче, рис, яичницы, огуречки. Сейчас будем есть. После завтрака мы поехали в школу. Там я перекусил протеиновым батончиком и выпил маленький энергетик. Так, друзья, время обеда. Фарш с картошкой. Картошка, видите, разноцветная. Низкожировой говяжий фарш. Наверное, до 10% жира. Салат обязательно. Виктор, пепер. Вот такой вот, собственно, прием пищи сейчас будет. Итак, друзья, обязательно ем салат вместе с приемом пищи. Бывает даже до приема пищи я проводил как-то исследование. Ставил себе глюкометр и кушал еду с салатом и без салата. Так вот, та еда, которая... То есть углеводы, просто хлеб. Это же ролик короткий снимал. И этот хлеб вызывал большой скачок сахара. Потом резкий спад сахар. Без салата. Да, то есть просто рафинированные углеводы. И при этом у тебя на самочувствие это отражалось. Сначала тебе бросило в пот, меня тогда бросило. Потом резко опять захотелось даже чего-то поесть сладкого. И это, видимо, связано с гипогликемией после сначала резкого повышения сахара. А с салатом это было ровно. Поэтому, помимо того, что это объем большой еды, да, салат, тарелка, у нас еда в нас есть. Вот. И это низкокалорийно. И, во-вторых, это все сглаживает в плане усвоения всех нутриентов. Поэтому обязательно салатики, каждый прием пищи накрошите. Это не просто такая трава. Итак, друзья, четвертый день, вечер. И я, наконец-то, иду на тренировку. Благо, у нас зал рядом с домом. И мы походим пешком в зал. После трехмесячного перерыва ничего не делания. Все дается тяжело. Суставы болят, особенно коленей. Чуть-чуть нагружаешь. Первый поход в зал был даже несколько тренировок, сколько ОФП. Там, по большей части, была съемка контента. То сейчас тоже самая легенькая тренировочка. Просто будем входить плавно в режим. Потому что ни к чему сразу рвать и метать. Ужасы постепенно выходить на прошлую интенсивность. Какие-то кадры постараюсь подснять. Здесь, на самом деле, очень много народу в зале. Вот. Они очень удобно снимать. Все залы, причем каждый тренажер, очередь. Так, друзья. Ну, вот такой вот зальчик. LA Fitness. Здесь панорамные окна. И днем здесь еще прикольный вид. И светло, и хорошо. Сегодня я пройдусь по всем группам мышц в легком формате. Буквально в трех подходах по где-то в районе 15 повторений. Именно так я начинаю свой тренировочный цикл с легкими весами. 15 повторений. 3 по 3 года. Full body. И этого вполне хватит для того, чтобы начать. Зачем сейчас ушататься сразу, чтобы потом неделю восстанавливаться. Ну, а как мы знаем, боль это не показатель роста. Вы же знаете об этом, да? И вы только что узнали. Поэтому, когда мышцы болят сильно, это не есть. Не есть полезно. Вообще у меня, если честно, травма плеча. Поэтому, ну, вообще каких-то тяжелых жимов на грудные, на дельтовидные я вообще перестал делать. Заменяю их различными тягами на дельты, да? И грудные, если тренирую, то в каких-то вариациях кроссоверов. Или жимов в тренажерах под удобными мне углами. Успаление плеча есть. И, соответственно, аккуратно тренируюсь теперь. Ну, я лечил его, естественно, но половина боли ушло, но все равно он стоит беспокоить. А вот, что касается спины, мне нравится вот такое упражнение. Короче, это мое упражнение максимально бьет по широчайшим. Это мой фаворит среди тренажеров на спину. Режим нормально так идет. Я даже спотел. В целом, я очень рад, что вернулся к тренировкам. Такой кайф. Тренироваться. Чувствовать заряд энергии. Мидорфинчики заряжают. Просто кайф. А еще состояние после тренировки. Это в триллион раз лучше. Когда ты обожрался, лежишь на диване. И ужасно себя чувствуешь. Поначалу реально тяжело. Ребят, кто возвращаетесь после перерыва к тренировкам? Или вообще начинаете с нуля? Немного просто потерпеть надо. Знаете, вот я уже говорил в первом ролике. Там, где нам тяжело, там зона роста и аппетит. В хорошем смысле будет все больше и больше. Потом вас будет уже не остановить. Что вы больше любите? Напишите в комментариях. Работа со свободными весами или с тренажером? Или, может, что вы считаете лучше со свободным весом работать? Или с тренажером? Интересно почитать, чья все-таки возьмет. Лично я скажу, что у каждого есть свое преимущество. Со свободными весами работать достаточно универсально. Очень много вариаций всяких упражнений. Плюс можно подобрать удобные углы биомеханика. У вас будет движение под вас подстроено. Но в то же время сложность относительно техники. И если ты начинаешь, или начинающий, то задать вектор своим движением возможно и безопаснее даже на тренажере. То есть у нас же паттерн движения задается. Вот эти вот мы какое-то выполняем упражнение. И нервно-мышечная связь прокладывается, нейроны. И тем самым мы с каждым разом все четче-четче делаем упражнение. Поэтому если у вас, вы только начинаете, у вас плохая техника, возможно тренажеры это гуд. Но в чем минус тренажера в том, что они подстроены по среднестатистического человека. Если вы как-то немножко отличаетесь, возможно вам не подойдет этот узел техники. Мне нравится и то, и то. Я люблю варьировать. Возможно у вас какое-то иное мнение, поэтому я буду его ждать в комментариях. И мы заодно все почитаем, у кого же все-таки будет больше, свободных весов или тренажеров. Так, ну что, прессик сделаем? Единственное, что очень пресс сильно сводит в начале. Когда начинаешь худеть, когда возобновляешься с тренировками, это просто от непривычки. Представьте, прямая мышца живота, она очень маленькая. Проделывая такую большую работу и перенапрягается из этого. Актины, миозины, то есть это то, что внутри у нас, то, что сократительный элемент. Они замыкаются и происходит спазм. Когда спазм, это ужасно. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Очень аккуратно. Надо, чтобы этот спазм больше не происходил, нужно просто регулярно тренировать пресс. И тогда его не будет. Но когда ты начинаешь, особенно если ты очень тяжелый, ты начинаешь делать пресс, это просто становится практически невозможно. Мне кажется, это боль всех пухляков. Я уже сводил пресс, ходил уже в зал. Надеюсь, сейчас уже потихоньку не будет. Так, друзья, 16.500, четвертый день. Я даже не успеваю за участниками своего курса. 25, 10, 10, 14, 15, 16. Вон, 30 тысяч шагов. Просто машины, машины. Будем догонять. В любом случае, потом надо будет наращивать обороты. Но после тренировки я также перекусил немного фаршем. Всем доброго утра. Никита идет. Суббота. 7 утра. Уже плюс 25 градусов. Жирищец уже стоит. А я хромаю. На одну ногу. Я ему не сказал, но мне вчера упал блин. Пока я с открытым ртом смотрел на местных, как они выглядят. Какие все они все интересные. Я незаметно себе уронил блин с верхней полки. Вот с такой вот высоты на пальцы. Это было пипец, как больно. Ну, короче, теперь я хромой на одну ногу. Так что, пятый день. I will give up, как говорится. На пятый день на завтрак у меня был прекрасный, красивый овсяноблин в исполнении супруги. А дальше я начал снимать контент. И тут нюанс таких роликов, когда я что-то готовлю или показываю подборки. На видео я это все пробую и, соответственно, ем. Это все калории. Получается, что много кусочечек. В общем, в этот день я поел салат. Поел гречку с рыбой. Мясо вяленое тоже его пробовал, тоже кушал. Творог с джемом. Рикотту он намазывал на хлебец. Там же курица гриль была. Йогурт с протеином. Это вот, получается, я в течение дня вот этим всем перекусывал. Доброго времени суток, как говорится. У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то ночь и так далее. Но когда у меня утро, в Москве уже вечер. Выхожу каждый раз гулять и выхожу с вами на связь. И отчитываюсь, что я делаю. Вот, 7 сентября. Вчера у меня было 17 тысяч шагов. Вчера я не говорил, сколько я шагов прошел. Это я уже сбился. Это шестой день, наверное. Третьего 16 тысяч шагов. Четвертого 12 тысяч шагов. Шестнадцать. Пятого. Шестого 16. И вчера 17. Шар без тренировки было. Сегодня в зал еще пойду. Наверну пару кружков. У меня буквально через 15 минут на курсе начинается вебинар. В 6 утра проснулся. Вот суть в том, что как бы на самом деле тяжело. Вот эта неделя, я не говорю, что всегда будет легко. Ну, в смысле того, что особенно в начале приходится потерпеть. Ну, организм же не привык ходить. Нифига себе напруга. От ходьбы даже устаешь. В зал сходил. Так вообще на следующий день я встать 2 часа не мог. Просто потому что... Не потому что я там супер тяжело потренировался. Вы видели, как я потренировался. А реально тяжело, короче. Я даже не мог ничего сделать. Это мне надо было работать. А я лежу и не могу встать. Мне пипец тяжело. И вот эти моменты как раз на ноги хламают. Что тело сопротивляется. Очень тяжело продолжать дальше. Но самое интересное, что вот это тяжело сначала. А потом все легче и легче и легче. И потом мы все усложняем, усложняем, усложняем. И все время тяжело. Но та нагрузка, которую вы делали вчера, если вам было тяжело. Если вы поспали, восстановились. Тело к ней адаптируется. И уже вам это становится легко. Поэтому я говорю, что в начале терпения это нормально. Нужно потерпеть. Но я знаю, что потом будет легче. Да и все равно. Я, знаете, люблю рассуждать категории мыслей. По-другому не вариант. По-другому. Другого способа не существует. Быть энергичным, быть здоровым, стройным. Ну, типа, блин, тебе надо проходить этот путь. Все, кто работают над собой. Все, кто худеют. Все, кто в хорошей форме. Делают все то же самое. То же самое. Мы все вот так вот встаем пораньше. И ходим. Я жил в Надыме. Я делал то же самое. Был период, я когда вообще супер цель поставил. У меня супер загруженный период по работе был. Я вставал в 5 утра, чтобы с 5 до 6 побегать на дорожке. И потом пойти на работу. Конечно, я писец там устал, выстрадался. Но у желания есть тысяча возможностей. У желания есть тысяча причин. Шаги сами себя не нагуляют. К тому же мне нравится эффект. Вы же чувствуете, когда вы гуляете, сколько у вас сил прибавляется. Как вы себя хорошо чувствуете начинать. Это же классно. Вот. Это супер. А мне нравится еще пиццер, среди которого я гуляю. Это, конечно, фантастика. Но хочу вас предубедить, что буквально полтора года назад, ну, в мае месяце, я уволился только с работы. И гулял я по такому виду. Ну, вы сами знаете. Надым, Новый Уренгой. Там, кроме песка и бетонных дозданий и грязи, ничего ты не увидишь. И комаров еще летом. В воскресенье вышли погулять среди лодочек. Самое интересное, что мы живем в 8 минутах. Мы сюда 8 минут на машине приехали. По сути, мы сюда могли пешком дойти. Но самое интересное, что сюда пешеходных дорог нет. Да, то есть Америка вообще не предполагает, что вы пешком куда-то будете передвигаться. Хоть это будет даже рядом с домом, сюда пешком нельзя дойти. Друзья, как прикольно. Смотрите, зона чила. Плюс вот тут прям есть столики. Рядом для мангал, как будто для барбекю. И вот там люди вот сидят, приготовили себе ужин. И здесь ужинают. Да, то есть можно тут рядом магазин продуктовый. Трейдер Джоз. Да, взять себе поесть. И здесь расположиться, поесть всей компашкой. И вот наблюдать за корабликами. И за закатом. Марские кочки, да, отдыхают. А кто-то один тут купался. Вот он нырял от пирса к пирсу. Так, друзья, все время я вам показываю инстаграмную картинку. Как красиво ЕМ. Бывает и такое. Просто хочется поесть. Просто по-быстрому хочется поесть. Кстати, смотрите, какой хлеб интересный. Это хлеб. Сниженные углеводы. На 28 грамм 30 калорий. То есть 100 калорий на 100 грамм хлеба. У нас так не продают. А здесь нашел. Ну, по вкусу, кстати, нормальный. Так что все просто. Делать этот мир легче. Это видео я вам записываю уже в понедельник. А что я делал в понедельник, вы уже увидите. В следующей серии. А воскресенье у меня закончилось тем, что я прошел всего лишь 12 тысяч шагов. Не сходил в тренажерку. Собственно говоря, за день я поел то, что у меня на завтрак было. Овсяно-блин, который мне приготовила супруга с греческим йогуртом и протеином и ягодами. Вот вы увидите. На обед я поел спагетти с креветками. Это тоже все приготовила супруга. И на ужин был чисто ужин не инстаграмной картинки, не красивой картинки. Но как есть, так есть. Все показываю. Я же вам обещал, все показываю. Поэтому все, что я делать буду уже на следующей неделе похудения, вы увидите в следующей серии. Если вам заходит такой формат, с вас лайк, подписка, комментарий. И будем двигаться дальше к телу мечты. И будем делать этот мир легче, друзья.